Девочка-пай 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 такая красавица такая красивая вся объемная куколка будет из палочек палочки то есть она плоская но она в каком-то движении это показывает ее характер эмоции это более интереснее и такая я считаю более живая кукла более современную из чего состоит то кукла элементарно из обычных палочек палочки могут быть гибкие могут быть ровные могут быть разные формы вы принесли заготовочки сейчас я каждому подойду покажу что и как делать самая основная куколка наша состоит из чего из креста эта палочка вертикальная и горизонтальная мы это самое сложное движение как бы в этой работе прикрепить горизонтальную палочку вертикальный берем вертикальную палочку его и просто приматываем накрыть сюда ниточками но у нас еще есть палочка без без такой дополнительной до штучки это у алины дай мне пожалуйста свою заготовку вот алина уже начало работать я хочу показать что палочки бывают уже с готовыми какими-то веточками отростками тоже более дети постарше они понимают что это уже форма человечка и в принципе они в этой форме веточки уже видят человечка они просто докручивают голову и уже сама природа диктует движение или там ручку он поднял опустил ножки расставил или нет то есть палочка без приматывания в принципе мы покажем две техники вот алина будет докручивать ножку пожалуйста а с евой мы начнем сначала на заняття пришли дитки різного віку але завдання у них одне на всіх хто власноруч створює ляльку мотанку а хто малює найменші виконавці зображать традиційні ляльки вони мають змогу малювати або ж намалювати із запропонованих присутніх ляльок я малюю оцю куклу а чему ты выбрала оцю куклу вона гарно и в ней тоже гарно и ручничок а а як ти думаєш оцю куклу можна радиться чи не можна можно а ты размалювати будешь дома чи тут а дома а дома ще будешь смалювати чи не будешь я малюю кожного дня а тобі не хотілося б чорний колір на фартушку у мене там будик і інший колір а в мене і там сподіваються а чуна? 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 хороше сочетання чуна? і ще тут і поясок очень красиво получается цуна? чуна? 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 Идея создания куклы в движении мне пришла в голову неожиданно, но естественно я наблюдала за природой, наблюдала за строением деревьев, веток. Это мы с детьми проводим такие уроки, разговариваем об этом. И как результат наблюдений родилась такая кукла, кукла в движении. И мне кажется это очень успешный результат. Здесь необычно мы показываем динамику самого движения. И здесь не важен объем куклы, важно как ребенок чувствует поворот, как чувствует само движение, человеческое тело. Техника выготовления подобной ляльки развивает уяву, увагу и моторику рук. Дитина должна уметь правильно художне оформить знайдену гилочку, но перед этим выбрать такую, которая больше подходит. Наблюдать какие веточки вам напоминают человека, особенно ножки. Ножка в движении, согнутая, в сторону направленная. Ручки можно примотать, символ креста мы сохраняем в кукле. Можно с ручками уже найти ветку. И начинать обматывать с ножек контрастным цветом, светлым, как тело. Потом относительно цвета ног подбираем контраст к юбке. И параллельно вспоминаем, из чего состоит народная украинская одежда. Это все в голове всплывает тут же. Все знания с садика, со школы, все, что говорили учителя, дети не слушали. Они все в работе тут за две минуты в кукле и проявляются. Из чего состоит украинская одежда. Начинается и плахта, и сорочка. Разными цветами выматываться. И в итоге голова, которая состоит из поролона или измятой бумаги, форму головы наматываем тоже нитками. Фиксируем взгляд крестиком и цепляем волосы. Волосы или головной убор, это обязательно. Мы отошли немножко в сторону в нестандартных мотангах из палочек. Крестик мы нарушили, направление крестика. Но это, я считаю, не так страшно. Крестик не вертикальный, а немножечко косой. Но это как человек, он сам хочет. Это его мысли. Это что-то нестандартное. Это взгляд. Взгляд этой куклы вдаль. Фиксируется просто взгляд. А Ліна уже не вперше виконує таку работу. Сколько ляльок уже не мотала? Не рахнула? Багато не рахнула. Краще, чтобы палка была незвычайна, какаясь кривенькая. Это показывает динамику цей ляльки, что они что-то делают. Такая лялька очень мощная. И не можно играть всем меньшим детям. На такую работу вы витратите максимум 2 часа. Но все-таки это будет ваша, власноруч выготовлена лялька. Советую по пути домой приглядываться к валяющимся веточкам, лежащим на земле. Может быть, можно какую-то сухую отломать с дерева. И в хорошем настроении взять хотя бы 2 разные контрастные нитки и сделать куклу, обмотав веточки нитками. Ну, я советую, если современная кукла, то 3-4 цвета. Максимум ведущий один, второй и второстепенный, третий акцент завершающий. Так будет смотреться стильнее. Но можно очень сделать пеструю. Она тоже будет стильная и особенная. Сколько угодно, столько используйте цветов. Наталья Иваневна працюет в художней школе больше 40-ка роков. Она научит детям прекрасному. И самое интересное для нее – работать с школями в жанре композиции. Она с удовольствием делится секретами выготовления ляльок на основе пепье-маше со своими ученями. А они, в свою очередь, раскрывают их нам. Такую ляльку также не сложно сделать дома. Для этого вам понравятся знаменитые и легкодоступные материалы. С маленькими детьми можно, конечно, заняться вот такой цилиндрической куклой. А если постарше, то для этого надо, конечно, какие-то палочки иметь. Речки какие-то, да, что такое найти. Да, наверное, дома можно найти такое где-то есть. Ну, можно обломить, отпилить, там, в зависимости от роста. Связать. Можно проволокой, можно нитками какими-нибудь. Проволоки нужны для того, чтобы руки сделать. Ну, чтобы можно было... Они были более пластичны, подвижны. Вот. Потом поролон или синтепон, который можно на эти проволочки, ну, как примотать, можно сказать. Примотать с помощью бинта. Или, ну, можно использовать старые какие-то простыни, даже их порвать на ленты. Надо, конечно, уметь шить. Потом пластилин. Мы еще... Пластилина мало. И если голова достаточно велика для создания этого образа, сначала делаем овальную форму из газеты. Просто мятой газеты. Ее обматываем нитками, так. А потом слоями сверху накладываем пластилин, так. И наращиваем нос, там, что надо, лоб, щеки, подбородок. Все это создаем. Вот. И так пластилин идет меньше намного, чем если использовать полностью всю голову. Глина тут не годится. По той причине, что она как застынет. Потом мы должны разрезать уже готовую, наклеенные вот эти папье-маше, разрезать ножом. И если глина, то мы не сможем разрезать. Надо, чтобы внутри была мягкая, ну, структура какая-то. Ну, что еще надо? Клей можно в клейстер сварить из муки дома. Остудить. Такой, ну, не очень густой. Вот. И газета. Обычная газета режется на квадратные небольшие такие кусочки. Можно их и варь. Ну, мы обычно заготовку делаем. Вот. И потом этот пластилин нужно смазать обязательно жиром каким-то. Любым. Вот. Для чего это? Чтобы первый слой накладываемой бумаги не прилип к пластилину. Чтобы мы потом могли снять каркас этот. Да. И первый слой бумаги просто водой надо смачивать и обкладывать пластилин на жирный слой. Первый слой бумаги, да. А потом последующие уже склеим. Да. Их должно быть 10, наверное, вот шаров таких. 10. Потом сушиться. Надо следить, чтобы они хорошо эти кусочки прилипали. Потому что если отстают или где-то есть шероховатости, то потом после того, как мы ее покрасим, будет безобразно. Будут видны вот эти все недостатки. Настя Хоменко навчается в художной школе 5 роков. Кожне заняття новое и интересное. За весь час девчина научилась хорошо малювать, подбирать кольори, створювать композицию. Сегодня она нам подсказала, как сделать ляльку с элементами папье-маши. Форму головы я делаю из пластилина. Потом я ее обклеиваю бумагой. Кто это у тебя будет? Я планирую, чтобы это был дедок, который работает на ферме. У него плывет шапочка. Ну, мне так хочется. И я хочу сделать еще попытаться усики. Я ее буду крепить на вот это основание, основание палка. Дальше идет бумага, поролон, ткань и проволока. Крепится голова на вот эту вот торчащую палку. Конечно, у меня сейчас тут нет дырки, но она будет как-то вот так вот выглядеть. Можно сделать в такой технике человека, кота на задних лапах или собаку. Там паровозик и все что-то. Ограничивается только вашей фантазией. И все. Сегодня мы занимались куклой. Кукла, значит, на основе... Голова это из папье-маши. Каркас это рейки, палочки и ткани. Сегодня вот это возраст 12-11 лет. А здесь, вот рядом со мной, представлены работы детей поменьше. Композиции куклы, сделанные из бумаги цилиндрической формы, это 7-8 лет. А куклы вот на основе шара, вот мы брали шар надувной, обклеивали его бумагой слоев 10, наверное, чтобы крепкий был. Потом разрезали и вот создавали кукол, которые вот рядом со мной таких. Но это дети возраста 14 лет, 15. Они более дизайнерские. И, ну, такие маленькие дети, такие не способные вообще сотворить. Это нужно конструктивно мыслить. Но надо более быть уже грамотным. Ну, и аккуратнее. Ну, из цилиндра просто, когда склеиваешь бумагу в виде цилиндра, и потом наклеиваешь там сверху одежку делаешь, и лицо, и шляпку какую-то. Это может и маленький ребенок делать. Конечно, с помощью преподавателя, потому что дети часто не знают, какую часть этой цилиндрической формы занять под лицо. Бывает, что лицо составляет половину, половину всей фигуры этой. Бывает, наоборот, мало. Ну, а мне кажется, что это еще придает остроту образу. И, ну, бывает очень забавно. Кабинет Олени Миколаевны – это царство лялек, в яком вы чувствуете себя гостем. Окрім знайомой нам ляльки-мотанки, там зручно расшивались рядок, как на подиуме ляльки с паперу, дерева, травы. Я хочу поделиться технологией изготовления, несложной технологией изготовления куклы, доступной для учеников старших классов, ну и, может быть, для всех желающих. Эту технологию я использовала вот в последней своей кукле. Для этой работы нам понадобится пенопласт плотностью 40 единиц. Это материал, который продается в строительном магазине. Полимерная глина «Дарви Классик». Самозасыхающая. Наждачная бумага. Канцелярский нож. Простой карандаш. Проволока. Оцинкованная проволока 2 мм толщиной. Нитки натуральные, хлопчатобумажные, или шерстяные, или джутовые. Итак, начнем. Значит, я заготовила вот такую болваночку. Носик приклеили. И начинаем эту болваночку округлять. То есть она имеет форму овала и небольшой участочек для шеи. Хочу сказать, для чего нужен пенопласт. Если мы сделаем голову всю из вот этого материала, то она будет очень тяжелая. Поэтому в куклах всегда используется какой-то легкий материал в серединке. А уже потом полимерная глина. Есть два вида полимерной глины. Та, которой мы пользуемся, как я уже сказала, самозасыхающая. И есть глина запекаемая. Вот это две разновидности. Все остальное – это разные изготовители. И разное качество. Мы намечаем черты лица легонечко карандашиком. Дальше вырезаем ножом углубление. Делаем вырез рта. Теперь подбородок у нас имеет тоже впадину под нижней губой. Делаем эту впадину. Все остальные тонкости формы лица мы подкорректируем уже полимерной глиной. Мы пользуемся наждачной бумагой. Легкими движениями, без большого нажима, мы выравниваем и округляем то, что мы сделали. Создание головы – это очень важный этап в создании куклы. Когда появляется голова, появляется ее характер. Теперь мы берем полимерную глину. Отщипываем кусочек. Нужно размять ее немного. По ощущениям она похожа на глину. Настоящую природную глину. Отщипывая небольшие кусочки, мы наносим тонким слоем на нашу поверхность. Смачиваем палец, чтобы разглаживать ее. После окончания вот этой стадии требуется время для высыхания этой формы. Сохнуть она будет сутки. Ну а я пока могу вам показать работы, которые сделали ученики по этой теме. Вот это уже высохшая голова. Вот конечный результат. Вот эта часть. Форма туловища условная. Мы подошли к этапу уже оформления костюма. В принципе, силуэт костюма здесь уже ясен. Нужно доработать отдельные детали. Как вы заметили, все детали костюма из белой ткани. Во-первых, ткани мы сознательно выбираем только натуральные. Хлопчатый бумажные или конопляные, да, или шерстяные, вот как я говорила. То есть, что возвращает нас к теме народного костюма. Ну, остается тут, остаются кое-какие маленькие детали. То есть, закрыть какие-то соединения, да, костюма и шеи. Ну, тут надо будет доделать ручки. Это тоже непростая вещь, но требует отдельного времени. Тема цветового оформления этой куклы – белый цвет. Я сама в своем творчестве очень часто использую белый, чтобы подчеркнуть принадлежность жаммера своего авторской куклы к скульптуре. И поэтому, как вы заметили, у нас тут цветового многообразия нет. Но единственное, где выражен цвет – это орнамент. Орнамент в костюме мы попробовали сделать в технике набойки. Это возрожденная сейчас и входящая в моду, вот, тоже народная техника. Я поделилась некоторыми секретами создания куклы. Если вы немножко ребенок в душе и любите прекрасное, можете попробовать сделать свою куклу. И желаю успеха. Можно тысячи разов слышать про вытворы мистецтва, но лучше увидеть. А еще лучше – власноручь создать такое чудо. И с ним до вашей оселы прийдут дива. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!